Салют подписчикам канала Atom Asium и случайным зрителям этого видео. Наконец-то вот он у меня, вот такой вот огромный кирпич на 60 000 мАч. Самый лютейший пауэрбанк, который вообще я встречал на просторах Алиэкспресс. Я буквально на прошлой неделе рассказывал вам об огромной батарее от Romas на 40 000 мАч. Банка эта реально годная, честного объема, в чем мы с вами убедились благодаря показаниям тестеров. И выдает все свои заявленные характеристики этот пауэрбанк. В общем, не просто так фирма Romas является любимчиком у покупателей на Алиэкспресс. Потому что это недорогие честные пауэрбанки различного объема под любые нужды. Если вы будете лазить на Алиэкспресс в поисках портативной батареи, то наверняка будете натыкаться на пауэрбанки вот этой вот фирмы. Да, у меня есть полно других пауэрбанков от других производителей. Меня давно эта тема интересует. Есть и компактные 10 000 мАч, например, от того же Xiaomi. И есть дорогущие 30 000 батареи от BASEUS. Но в последнее время меня стали привлекать такие более народные, скажем так, пауэрбанки от фирмы Romas. И в том числе потому, что у Romas в модельном ряду есть вот этот вот лютейший пауэрбанк, которому аналогов на просторах Алиэкспресс, да и не только на Алиэкспресс, я в принципе не встречал. Это пауэрбанк на рекордные 60 000 мАч, которые я давно хотел заполучить. Ну и в итоге, ребята, я зашел на официальный магаз Romas на Алиэкспресс. И, о чудо, там распродажа началась. И вот этот пауэрбанк я урвал всего за 3 500 рублей, что считаю прям мизерной ценой для таких лютых характеристик. Сейчас пока еще сохраняется эта цена, то есть распродажа еще идет. Поэтому, кому интересно, я ссылку оставлю в описании, можете тоже брать. Там доставка из России. Еще больше таких вот необычных товаров с Алиэкспресс с хорошими скидками и купонами и промокодами вы найдете в моем телеграм-канале необычное с Алиэкспресс. Я постоянно публикую там акционные подборки и новости о распродажах с Алиэкспресс, чтобы вы могли максимально сэкономить при покупках. Ссылка на канал этот будет тоже в описании. Короче, ребят, батарейку мне эту прислали буквально на днях. Я протестировал ее, но, откровенно говоря, я весьма впечатлен этим устройством. И вот в этом видео как раз хочу поделиться с вами своими впечатлениями от использования в формате такого обзора, в формате отзыва. Значит, давайте начнем по порядку. Посылку доставили на кассу в пятерочке и продавщица откровенно офигела от тяжести вот этой посылки, когда выдавала мне пауэрбанк. Я еще больше офигел, когда пауэрбанк этот из коробки достал. Потому что я думал, что вот этот вот 40-тысячный Ромос, это кирпич. Но нет, ребят, вот этот Ромос 40 тысяч, это откровенно компактный и легкий малыш после 60-тысячного. С фронтальной стороны, возможно, прям такой откровенной разницы в габаритах нет. Но вот сбоку, если смотрим, то прям существенные отличия тут сразу бросаются в глаза. 60-тысячный, прям реально мощная такая широкая бандура. Если замерить, в ширину он 6,5 сантиметров. Я также этот пауэрбанк взвесил, получилось без малого 1,5 кг. То есть это настоящие 1,5 кг энергии. Но если быть точным, конечно же, 1300 грамм, что в принципе тоже довольно-таки немало, чтобы таскать этот пауэрбанк с собой. Поэтому, на мой взгляд, это все-таки больше отличный вариант для домашнего использования. И такой пауэрбанк, который можно взять с собой все-таки, например, на дачу, где постоянно выключают свет. В том числе, например, и для туристических, длительных каких-то вылазок, если вы не легкоходный турист. Вот отличная такая портативная розетка получается. Я брал этот пауэрбанк исключительно для зарядки смартфона Poco X3 Pro. Ну и для зарядки там другой какой-то мелкой электроники, часов, электронные книжки, аккумулятор камеры, для зарядки аккумуляторных батареек. Если мы вот, например, говорим о зарядке телефона, то важно, чтобы была поддержка быстрой зарядки. В том числе, чтобы и пауэрбанк сам мог заряжаться от быстрой зарядки. Потому что вот такие вот объемы заряжать обычной зарядкой придется долго. Этот кирпич быструю зарядку поддерживает. Вчера я его высадил в ноль и часов в 12 ночи я поставил его на зарядку. В 10 часов проснулся, батарея зарядилась всего до 70%. Короче, заряжается пауэрбанк даже от быстрой зарядки реально долго. По версии продавца, полная быстрая зарядка занимает 14 часов. От обычной зарядки, по версии производителя банка, заряжается 30 часов. Пока что я раскачиваю этот пауэрбанк, хочу провести несколько циклов заряда-разряда. И для того, чтобы его посадить, мне пришлось заряжать другие пауэрбанки. В итоге, например, со 100% мне удалось зарядить полностью вот этот вот пауэрбанк 30-тысячный. После чего в Ромосе осталось еще 32%. Тестер при этом показал, что банка отдала 26 тысяч мАч. То есть 30 тысяч от Базиус тоже довольно честные в плане объема. Не забываем о потерях КПД на тепло. Далее остаток энергии я слил, заряжая вот этот вот пауэрбанк от Ромос 40 тысяч мАч. Он был заряжен на 6% и мне удалось зарядить его до 42%. Тогда только кирпич вырубился полностью. При этом я тестер нечаянно сбросил. Поэтому, ребят, сказать точно сколько удалось отдать пауэрбанку, не могу, к сожалению. Тем не менее, представьте вот с учетом заряженного, сколько раз он сможет зарядить смартфон с типовой батареей 4000-5000 мАч. Вот в такой огромной коробке присылают батарею. Из важных особенностей тут на коробке отмечена поддержка быстрой зарядки 22,5 Вт. Для этого тут как раз есть двухсторонний Type-C. Хоть в комплект и кладут короткий кабель microUSB, пауэрбанк можно заряжать от других современных кабелей. То есть это Type-C, естественно, и айфоновский лайтинг. Все эти три входных разъема поддерживают быструю зарядку. На выход тут три стандартных USB, два с обычной зарядкой и один с быстрой зарядкой, он окрашен в фиолетовый цвет. И также, если у вас, например, есть кабель Type-C с Type-C, вы можете заряжать устройство от Type-C. Причем тоже быстрая зарядка тут поддерживается. То есть получается у нас четыре гнезда на выход, два с обычной и два с быстрой зарядкой. То есть от этой банки, что актуально, кстати, при ее объемах, можно заряжать до четырех устройств одновременно. Ну, смотрите, чтобы не быть голословным, я подключаю через тестер смартфон на зарядку, через разъем быстрой зарядки, загорается дисплей. На дисплее, смотрите, загорелся индикатор быстрой зарядки, и тестер показывает, что идет быстрая зарядка. Телефон также сигнализирует нам о том, что заряжается он через быструю зарядку. Теперь смотрите, во время быстрой зарядки я подключаю заряжаться еще один смартфон, тоже с тестером. Тестер перезапускается по новой, и быстрая зарядка пропадает. Мы видим это по показаниям на дисплее Powerbank'а и по показаниям тестеров. То есть зарядка стала обычная. 5 вольт, 1,5 ампера. То же самое показывает второй USB-шник, 5 вольт, 1,5 ампера. То есть если вы два и более устройств заряжаете, быстрая зарядка недоступна. Тем не менее мы никуда не спешим, потому что это все-таки Powerbank, и его всегда можно взять с собой. Хотя для такого Powerbank потребуется рюкзак. Оба тестера показывают заявленные характеристики напряжения. Через Type-C подключаю третье устройство на зарядку. Ну и еще четвертое гнездо мы займем еще одной зарядкой. То есть вот, ребят, у нас заряжается 4 устройства от одной банки. И тестер показывает, что Powerbank держит заявленное напряжение. Причем, чтобы все это дело работало стабильно, важно не только запихнуть в корпус Powerbank хорошую батарейку, но и качественные мозги с контроллером тут должны быть. В этот Powerbank установлена плата с железной начинкой. Благодаря ей у Powerbank есть 10 уровней защиты. От перезаряда есть защита, от перегрузок потоку, от переразряда наоборот. Это важно, чтобы батарея всегда оставалась в рабочем состоянии. Защита от реверсирования есть. Это важно, опять же, при зарядке через Type-C. Ну и есть защита от коротких замыканий. То есть весь необходимый комплекс защиты тут присутствует, чтобы пользоваться этим устройством безопасно. Вот такой вот большой Powerbank. И для него, я думаю, это все важно. И Romas это у нас не подвал. За качеством они следят. Поэтому действительно этим заявлениям производителя можно верить, я думаю. В мозгах также вшиты различные протоколы зарядки. Мне для Poco X3 Pro, например, была важна поддержка Quick Charge 3.0. Хотя помимо 3.0 тут есть и Quick Charge 2.0. Также есть протокол MTK, протокол Huawei, Samsung и iPhone-овский протокол. Хотя помимо всех вот этих протоколов и защит, важно, конечно же, чтобы заявленный объем батареи тут присутствовал. И я сразу могу сказать, что, например, я без заморочек взял эту батарею, потому что производитель делает честные банки с заявленным объемом. Фирма уже проверенная, можно верить. Если не верите, зайдите, почитайте комменты. Там пользователи выкладывают фотографии тестов в комментариях. Вот, например, результат теста. Смотрите, при стандартной зарядке в 5 вольт 2.1 ампера Powerbank принял в себя 57 тысяч с копейками мАч. Не забываем при этом, опять же, про потери КПД на тепло. Зарядка при этом длилась 28 часов 50 минут. При быстрой зарядке банка зарядилась за 17 часов и заряд на 9 вольт составил почти 32 тысячи мАч. Чтобы понимать, смотрим, ребят, не на залитый объем в мАч, а на ватт-часы, которые составляют 285 ватт-час при обычной зарядке и 288 ватт-час при быстрой зарядке. Теперь смотрим на спецификации сзади на коробке. И видим, что производитель указал объем батареи либо 60 тысяч мАч, либо 222 ватт-часа. Что как раз отлично совпадает с показаниями тестера. И без сомнения можно считать, что объем батареи верный. Чтобы не лыхануться при покупке, кстати говоря, если, например, вы с рук будете брать эту батарею или не хотите покупать по моей ссылке, или хотите купить у другого продавца, где-то нашли дешевле, то обращайте внимание, ребят, вот на коробке должна быть вот такая наклейка, по которой можно пробить оригинальность продукта. Я брал батарею в официальном магазе Romas на Алиэкспресс. Можете без сомнений брать у них. Я ссылку оставлю в описании. Это 100% оригинал. Тем более сейчас цена на эту батарею действительно подарок. Что еще интересного можно сказать? Тут дисплей, он показывает уровень заряда в процентах, но кнопкой мы можем во время зарядки переключать показательный дисплей, чтобы, например, проверить качество зарядного кабеля какого-нибудь. Дисплей показывает ток и напряжение. Вот сейчас напряжение 4,7 Вт, 3,5 Ампер. При зарядке четырех устройств должно напряжение быть 5 В, 3 Ампера. Показания верные. Теперь смотрите, вот такой вот зарядный блок у меня 33-ваттный от Poco X3 Pro. От него я как раз буду заряжать Powerbank. Когда я Powerbank ставлю на зарядку, загорается дисплей, и на дисплее загорается индикатор быстрой зарядки. Важно, чтобы такое устройство поддерживало и сквозную зарядку. То есть во время зарядки Powerbank мы должны иметь возможность заряжать от него устройство. Но когда я ставлю, например, телефон на зарядку, быстрая зарядка Powerbank пропадает, телефон при этом заряжается. Тоже, кстати говоря, медленной зарядкой. То есть сквозная зарядка поддерживается, это важно, но медленная, имейте в виду. Условно говоря, это получается такой бесперебойник с возможностью сквозного заряда. Собрано устройство очень качественно, матовый такой пластик используется, стекло дисплея тут приклеено четко. Хотя вот при активной эксплуатации, в принципе, я думаю, корпус этот будет царапаться. Мне, в принципе, на это пофиг, но как вариант можно докупить на Алиэкспресс силиконовый какой-нибудь чехольчик. И еще есть вот такой вот транспортировочный жесткий кейс. Вот это уже, на мой взгляд, интереснее для того, чтобы, например, брать эту батарею в рюкзаке с собой. Я ссылки на эти чехлы тоже оставлю в описании, ребят. Ну, в принципе, вроде все, что хотел сказать, сказал. Такой вот отзыв получился, возможно, слегка сумбурный. Но я реально рад такому приобретению, потому что аналогов этому Powerbank просто нет. И в хозяйстве, я думаю, всегда вам пригодится. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, если хотите. Также на мой канал в Телеграме, там тоже много чего интересного можно найти. И на группу в ВК. Вся информация будет, как всегда, в описании под видео. Всего вам доброго, ребят. И до скорых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok